Приехали, значит, такие самые хитрые, самые красивые на рыцарский турнир в замок. И не учли, что сюда еще приехала полуавстрия. Где-то вот там, далеко-далеко, не знаю, полчаса идти, наверное, в замок. На трассе тупо запарковано все машинами, на знаки уже всем плевать. За 14 евро получили на человека вот такой классный браслет. Вот там вот есть на втором этаже ВИК-места, всего за трешечку можно посидеть красиво. Ну, а здесь для обычной, так сказать, челяди бесплатные места. Развлечение средневековое, лошадка, две лебедки и человек. У-ху! Давай! Не получилось! Хороший! Черный рыцарь всех победил, ему корону дали, королеву забрал. Молодцы, пацаны-рицари! Ну, у жителей, или посидителей замка сегодня картошечка. Шпираль, картофель. Конечно же, пивко местное. Средневековая рыбка льяношная. Чего продают? Мед продают. Всякие шикарные игрушки. Радость любого родителя. Мы хотим играться. Миша, да ступай пестик. А? Дураки, да ступай пестик. А, пестик, и так? Да. А ну, что-то делать надо. Люди выпекают хлеб. 500 грамм 5 евро. Внутренний дворик этого замка, вот, мы зашли, мы были там, с той стороны, вон, проход. Вот, внутри здесь тоже продажа всякой фигни, развлечения. Данер, чтобы вы понимали, пробрался даже со мной от Средневековья. Средневековое безудержное веселье. Сразу детей учат валить, сразу в медведя, в лисичку и в лося. Вы спросите, наверное, а как вообще было в Средневековье? В Средневековье с туалетами. Ну, собственно, вот так привозили пипи-бокс. Вот такой у нас видончик из балкончика замка. Какая классная игрушка. Еще один внутренний дворик замка. Вот тут уже все здания идут. Целый сад из розочек. Это розочки, да? Да, собственно, почему замок называется Розенбург? Розочек. Розочек. Розочек.